Меня зовут Нафон Киселёв и я работаю дата-сиентистом в компании Мы молодой стартап, который находится в Иннополисе Тем более, как меня уже знают, знают вашу компанию Мы занимаемся анализом данных и чат-ботами Сегодня я хотел бы вам поделиться опытом и его использования как раз для автоматического ответа на вопросы в чат-ботах И тут будет примерно следующее Сначала расскажу про вообще, как построен процесс в чат-ботах Как там проектируется ответ на вопросы Затем я расскажу про подход, который как раз базируется на том, что рассказывал вам На представлениях слов, где эти представления слов используются как базовый компонент системы для получения как раз векторов для ответа и для документов в целом И закончу небольшим обзором open-source решений, на которых можно построить бота при помощи, используя технологии деблёр Итак, начнём Вот у нас архитектура бота Как вы представляете? Для начала ответим на то, что в вопрос Возможность философской точки зрения Вообще, когда есть очень много всяких простых чат-ботов И во многих из них Можно тоже, скажем так, задать вопрос, но не всегда будет ромба Например, в Алисе, я вот открытал сегодня Оказывается, есть такой прекрасный навык сказки И можно там выбрать надверганную сказку, просто нажав на кнопочку Либо там спросить какие есть сказки И он привезет какие-то варианты И вот это вот Можно посчитать тоже, спрашивая некоторые вопросы Здесь плюс в том, что мы можем эти все вопросы заранее просчитать Заранее узнать, какие вообще будут задаваться И под них подготовить очень хорошие ответы То есть, например, тоже, если брать пример нам А все эти сказки, они записаны профессиональными актерами И, ну, это, наверное, самый идеальный ответ, который можно получить пользователь Вообще говоря, пользователи, они не всегда спрашивают именно Конкретный факт, конкретные сказки, конкретные вопросы И довольно часто Хотелось бы с ними работать с вопросами на естественном языке И тогда есть, по сути, два варианта Один из вариантов – это структуренный вопрос Предположим, у нас есть бот, в котором можно заказать билеты на самолет Полетели в Прагу из Москвы завтра Это вопрос из того, что мы знаем уже контекст Потому что это вопрос, обращенный в бот по доказу билетов Мы знаем то, что это именно про полет на самолет И куда, куда и куда То есть уже мы можем при конкретных фактах излечить вопрос И это такой, типа, полуестественный язык Но, вообще говоря, не все вопросы такие Например, вполне может быть вопрос Как найти девушку в маленьком городе, чтобы найти девушку? Тоже такие вопросы задают люди И на них тоже надо как-то отвечать Но из них не излечь какой-то конкретный факт А можно только в целом излечь В принципе, некоторые понятия, которые спрашивают Вопрос пользователя Есть специальные сайты, на которых прям исторически накопилось информация Вроде ответов в .2 Где есть ответы на такие вопросы И, в принципе, то, что я дальше буду объяснять Как раз используется поверх подобного сайта Ответы тоже бывают разные Например, ответов может быть Например, есть такие системы Антиплогиат Где, по сути, в игре системы Находится некоторый компонент, который берет два текста И сравнивает их похожесть Вот эта вот похожесть, ну, по сути, как раз шкала От нуля до единицы Да и нет Это два текста И это тоже, в принципе, может быть как ответ на вопрос Но, в целом, еще Самая актуальность того, что Вот только это Своей компанией мы занимаемся Именно Заработкой чайбота для каких-то компаний И они, бывает, обращаются с Какой-нибудь готовой Прям золотых ответов на вопросы Которые, прям, часто они ожидают Что будут задаваться пользователя При этом Какую косметику подобрать Либо Какой лучший, там, тарифный план Нужен пользователям То есть уже такой Подобный Список часто задаваемых вопросов Каким-то готовым есть Ну, и с некоторой степенью уверенностью То есть если Вопрос Недостаточно похож на тот, который Стоит вопросов пользователь То мы просто не отвечаем Говорим, что мы не знаем Ответ на этот вопрос Это называемый факт системы И Для этого Есть две таки более сложных задачи Это когда Нужно не просто ответить на вопрос А ответить Некоторым Абзацам текста Либо просто кусочкам текста Из некоторой базы знаний То есть Положим, у вас есть Описание всех тарифных планов И Описание Какого-то конкретного Тарифного плана Какой-то Какой-то там Тарифи Десят Условно И Ваша модель Нужно Извлекать из Готовой базы знаний Конкретный факт Это Как раз Извлечение факта Из текста Может быть такая ситуация Когда у вас даже базы знаний нет А просто Нужно как-то генерить ответы Например Это возникает задача Машинного перевода А вы не можете просто Взять и для всех возможных Предложений Которые будут задавать пользователю Прочитать ответы И И И вот тогда Специальный открыт Для этого используется Где же они Возникают В тюрьме Шабота Ну В целом Общение пользователей Шабота Есть Очень много различных навыков У Алисы Спросить по году Поискать в интернете И так далее Но у них Именно у Алисы Есть такой Универсальный ответ Полтавка То есть она просто берет И пытается Редактор подобрать На вашу И этот интент у них такой Фоновый То есть Как раз Он возникает Когда система не понимает Что происходит И Вот здесь Ответ на вопрос Это считается Как один из интентов То есть Один Когда взаимодействует Чатбот Затем Отдается Навыку А после этого Навык возвращает Наиболее релевантный ответ И он уже выдается В пользу Вот Примерно так Все это работает Модификация Это то что У вас может быть так Что Чатбот Универсальный Ну Например Насколько я слышал В Тинктофе Там у них есть Чатбот И у него тоже можно Спрашивать В Тинктофе Это не просто Или какой-то Бот Они занимаются И страхованием Они занимаются И кредитами И Вкладами И так далее И я понимаю У них там отдельная Вопрос ответ на систему На каждой Ставьте мать А сначала Стоит платификатор То есть Более Система получается Когда вы сначала Определяете категорию Конкретную Для вопроса Которые задают пользователи А затем уже Выбираете конкретную систему Отвечать Лучше всего И Помимо этого Можно устраивать Некоторые Вопросы Может быть Дополнительным вопросом На которые уже дальше Некоторый ответ Отвечается То есть Вот так Может Как можно уже понять Мы сейчас живем В 2008 году И как-то Стандартные методы Луку Бейст Когда мы берем На конкретные Ключины слова Реагируем Они довольно Ускоприменимы И хотелось бы поменять Какие-то более Скеляющиеся методы И здесь Мы применяем Машинное обучение Все задачи Которые Возникают В состоянии подобной Системы Это классификация Аранжирование И то, что я дальше буду говорить Это обучение представлений Или Векторов Аппендингов Классификация здесь возникает Как раз В определенной категории Мы выбираем Вопросы В аранжировании Некоторых ответов То есть у нас есть Вопросы Несколько ответов Какой из них Нужно выбрать Это тоже Какой-то задача И вот эти две задачи Они Можем одновременно решаться При помощи И И поймем сначала Для чего они нужны На примере Как раз в классификации Какие признаки Мы можем использовать Для этого Модели Довольно понятны Мы можем брать И использовать Градиентный бустинг Либо Багистическую Регрессию В основном Багистическая Регрессия Она применяется В литератике Google-Laded Когда у вас очень-очень много текстов И вы из них Возникаете Очень длинный директор И уже поверх него Пытаясь применять какую-то модель В том числе В формате До обучения Если у вас Поменьше задачи Скорее всего Вам пойдет Некоторые признаки Вашего текста Ваня Больше Про это Рассказывал Как раз Мы используем Фичи Например Может быть Лучше Представление слов Это Когда мы просто берем Представление каждого из слов И там Их 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 Дальше Я расскажу Более интересные Способы И в том числе Берем сразу Все Представления слов Их Как-то Акрикируем В том числе И обрабатываем Зависимости между Словами Предложения Как-то Учитывая то В каком порядке У нас стоят слова Представления слов Представления Предложения Итак Что же это вообще такое Как это вообще работает Ну Наши задачи Получить для Предложения Для какого-то цельного текста Например Документы Либо там Вопросы короткого Некоторые цели Фиксивную разминенность Предположим 100 300 500 Чем больше Чем лучше По некоторым работам Которые я читал И Проберем это так У нас есть нейронная сеть Которую мы подаем На ход Как раз Последовательность слов Предположим что Мы можем взять И естественно Номеровать В неком словаре Затем Мы берем И эти Номера Преобразуем В уже готовые Векторы Которые мы обучили алгоритмами Например Ортурет Ортурвек Фастект И некоторые более новые Затем Мы эти Векторы модифицируем То есть Мы применяем К ним Например Либо Ортуретную Нейронную Нейронную Сеть По сути Просто ЛСТН Поверх От Представлений Слов Таким образом Мы пытаемся Вычленить Зависимости между Тот порядок В котором стоят слова То есть У нас Это Ортуретная Нейронная Сеть Если В одном Порядке Поставим Векторы И Если в другом Порядке Поставим И так же Можно применять Эффективные Методы Возможно Применяются В продакшн Условиях Куда Не регулярно Нейронная Сеть А Затем Эти модифицированные Представления Для каждого Слова Мы Берем В одно Представление Для сего Предложения Итак Какие же Есть способы Для этого Во-первых Есть способы У него Усредняем Как Делают Задачи Компьютерного Зрения Так называемый Contact Pulling У нас Есть Токены Наши Для Названия Индексы Мы Преобразуем Представления Для каждого Дельного Слова Тем Эти представления Модифицируем При помощи Грю А Затем Мы Делаем Pulling Предположим Размерность Скрытого Слова И Длина Предложения Здесь 4 Мы Среди 100 На 4 Мы Берем Максимальный Элемент По Красной Дине Предложения Т.е. у нас 100 Вектор будет Размерность 100 Где Каждый Компонент На Максимуме Это будет Максимум Который достигается На Каком-то из слов Предложения И В том числе Мы Среди Полученные Преобразованные Вектор По Всему Бонус Этого Решение В том Что Оно Не требует Никаких параметров Мы По сути Берем Эффективное Предложение Ничего Но Это не всегда Может работать Как Было Уже Коммент Ранее Ответ Ответ Идея Здесь Следующая Мы Вместо Того Чтобы Брать Заранее Известные Статистики Мы Учим Вектор Q Который Имеет Размер Скалярное Произведение Этого Вектора Со всеми Векторами Предложения И Усредяем Получившимися Весами Мы Берем Все Векторы Предложения Мы Берем Все Векторы Разведения Получаем Вектор Который Равен Длине Предложения Там Есть Числа Не Особо Важно Векторы Применяем Софтмакс И Получаем Коэффициент 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 Относительно Компонент Есть Еще Более Страшное Решение Это HyperQA Это Модель Для того Чтобы Получить Представление Отдельный Ответ И Оно Довольно Сложно Посмотрим То Что она делает Здесь На входе Мы Обучаем Триплет-8 Коэффициент Идея В том Что она Эта Функция Она Приближает Вектор Ответа Вопроса Истинному Вектору Ответа Точнее К Ответу Именно На этот вопрос И Отдалее Коэффициент Вопросы Отгрузить Некоторое Пространство Такое Что векторам Вопросов Они будут Близки Как векторам Ответа Как это работает Мы берем Опять же Предложение Его Отображаем В Представлении Слов Затем Они используют Не RNN Или CNN А Затем Они берут Модифицированные Представления И Просто их суммируют После этого Они Берут И Представления Делают ему Clip-by-no Операцию Находят норму Этого вектора Если она больше Единицы Она устанавливается Равно Единице Если меньше То она остается Такой как была А после этого Они считают функцию D Которая Изображена справа от меня Идея В следующем Она Они Пытаются Как-то Эти вот Векторы Которые Я говорил Уложить На Три Сферы Но Не в обычном Пространстве А Там Меньше Негативных Эффектов Возникает И Это у них Показывает Выше Чем Других Работах Которые Берет И Представление Вопроса С Отдельными Представлениями Всех слов Ответа Так, чтобы Типа замачить Весь вопрос На какие-то конкретные слова Ответа Такое то, что технология применяется И Вот Когда они получаются Я не пробовал Но тут проблема возникает в следующем Вот эта вот Вся эта вот Идея Такого Применения Она Она Идет к тому, чтобы Брать И Извлекать Ответы Эффективно Все ответы У нас Есть Их Отображаем Вектора А затем поверх векторов Делаем Индекс То, что было Как раз В продакшене В презентации Сломанной То есть Некоторые Похожие Векторы Известны И вот Эти векторы Они как раз будут соответствовать Некоторым Известным Ответам Но Тут Используется Как раз Чтобы проверять Похожесть Двух векторов Стандартная Функция Семириалити Причем Она То есть В функции Семириалити С Она Идет Вес Исходной Функции Семириалити И Некоторые И Вообще Эту Довольно Трудно Использовать Но В предыдущем Составлении Как же Использовать Если мы Проектируем Больше Пользователь задает Некоторые Вопросы Мы Все Слова Этого Вопросы Затем Они Превращаются Вся Весь Предложение Отображается Вектор Втем Этот Вектор Отправляем В индекс И Находим Документы И Возвращаем Как раз Документы Как ответы На вопрос И Затем Пользователем Отправляется Этот ответ Если Уверенность Фишка В том Что Уверенность В этих Условиях Как расстояние То есть Если у нас расстояние Слишком большое Получилось До Истинного ответа Либо Похожи Вопросы Такая модель Когда мы Отучим Получается Нам Дает Похожество Между Вопросами Ответами Внутри Вопросов Внутри Ответов То есть По идее У нас может быть База знаний С готовыми Вопросами И Мы Возвращаем Примеры А Что же это такое Это Как раз Вот Обученный На примере Который я объяснял Где Мы Берем Вопрос Отображаем В некоторый вектор Берем ответы Тоже Которые Отображены В некоторые векторы И Мы пытаемся понять По вопросу Какие на него должны быть И здесь Заметно Что Макбук Это тоже Я не смогла адаптировать ответ Потому что Это вообще говоря Заранее заготовленный ответ И Поэтому Лучизну В этой стране Действительно Можно понять Что Истинный ответ На этот вопрос То что Вовруги не такие дорогие Как подумать И то что В принципе Его потом перепродать можно Что В принципе Отвечает Мне кажется На вопрос Кого это такое Здесь Я тестировал систему Смотрел на следующее Вот это слово Разварсить Я уверен Что оно не встречалось В обучающей выборке То есть Такого слова Которого не было И В принципе Модель как-то адаптировалась На то что Вопрос Имеет некоторую особую форму То есть Можно понять Что Второй ответ Он следует Потому что Что Никогда не смог Заснуть И это Какая-то Методика Для того Чтобы Именно Помочь с этим Но В целом Это Такая Инстатка Модели Которую Можно адаптировать Например Если Вы Используете FastText То Если Вы Заморозите Бейдинг Который В этом FastText Вы Можете просто Использовать FastText Модель Для того Чтобы Получить новый Вектор И отправить В свою Нейронную сеть Которая На более высоком этапе Выдаст Вектор Для всего Предложения Слово Сначала Не совсем Похоже Слово А FastText Работает На 3 граммах То есть Он может дать вектор Для любого слова Это даст какой-то смысл То есть Вот так И Проблема в том Что если Вы Существуете Вектора FastText То У вас Не будет Такого эффекта Что вы Берете И Можете Для Неизвестных Но Это Составлять Потому что Если Вы просто Передаете В модель То Это просто Будет Какой-то Вектор И Поменяется Во время Обучения И После Эти Новые Измененные Векторы После Обучения Они Не будут Исходными То есть Надо Замораживать Как раз Резюме В целом Подходы Представления Продолжения Можно Делать Аранжирование Я уже сказал Используя Расстояние От вопроса Ответа Можно Использовать Индекс Для Более Быстрого Извлечения Нужно Изменять Код Библиотеки В том числе Эти Представления Можно Использовать Для других Задач То есть Брать И Из Недостатков Они Не отражают Суть Предложения Это Довольно Проблематично Это Решает Как раз Механизмы Внимания И С Средскими словами Проблемы Есть с работой По крайней мере В той Имплементации Которая Была показана Раньше Какие же Есть окна Сноса решения Если Хочется И попробовать Что-то похожее В том числе Для чатботов Библиотеки Одна из них Это Фарлайн Это Библиотека Они Сделали Липу Где можно брать И Берит Свою Модель Как Многие Такие Випы Она Довольно Ресерчи Ретирована И Она Решает Несколько 10 15 Задач Которые В свое Время Это Было Стоит А У них Довольно ТФДФ Докранкер Где Можно брать И Изменить Рекутации Извлечь Ответы на вопросы Но Там работает Простая схема Когда вы берете И имиджки слов сравниваете Ну Такую Адаптированную По ТФДФ Если Хочется Посмотреть Какие Разные Модели Есть Зоопарк Модель И Матч Зоопарк Немножко Не У Этого Пользователя Находится Он Перенесен в некоторую организацию Но По этой Ссылке Будут работать Там Довольно Некоторые Которые различными способами Считают Похоже Слежим предложением Опять же Ну Если Прям Смотреть Пытаться Потыкать Библиотеку Там тоже Проблема Потому что Там тоже нет Примеров Использования Нормально Ипорт И все Обучаясь Скорее всего Без СМИ И есть Библиотека От Филуков На Пистехе Они Довольно Много Денег В основном Ресерт Задачи Многие модели Многие модели Можете просто взять И использовать У них там очень хорошо Все сделано И для решения Именно этой задачи Они Кажется Допустили Новый набор Для Новый У них там была Модель Рандом Которая Как раз Работала Как я его до этого Написал По помощи И они ее Полностью Переписали И Завержали Версию 0.8 И это все Находится В классе Билл Стэмс То есть Все Что я сегодня Писал В других источниках называется Дипсиматик Сибири Дипсиматик Таких Подобные Могусы И вот Вы учите Какое представление И вот Тогда можете Врать И вычитать Похожесть Между Объектами Произвольной Природы Потому что Подобный подход Он может применяться Не только для текста Но и для изображения Если именно Для текста Хотите То Пошли Посмотреть Эти Спасибо за внимание Как ответить на вопросы Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание